Поехали! Продолжаем разговор. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Авторы Сказители – Любава Живая и Светозар Полтавченко. Переходим ко второй части нашей сегодняшней беседы. Вопросы в эфир приниматься, если и будут, то только те, которые уж очень и очень значимы, потому что в первой половине мы приняли достаточно большое количество вопросов, и я начинаю их зачитывать. Первый вопрос от Велимира. За землю платить оккупантам при покупке своей же земли у оккупантов, да еще потом налоги свою землю платить оккупантам. Так ли это? Да, интересный вопрос. Светозар хочет ответить. Ну да, я хочу сказать, что да, сейчас такое положение, но в любом положении надо искать выходы. И можно, конечно, долго очень ждать, пока кто-то придет и освободит от оккупантов, свою землю. А можно на этой земле уже найти средства, купить ее и начать действовать, создавать мощные образы, чтобы оккупанты ушли с нашей земли. Или это сработает? Надо быть активным, а не ждать, пока кто-то за тебя что-то все сделает. Да, у нас очень часто противодействие люди ищут и все время в войне воюют. А война, как известно, штука такая, она никогда не заканчивается. Вместо того, чтобы найти правильный вектор движения, сделать так, чтобы стать сильнее, чтобы стать здравомысленнее, и чтобы все исправить, у нас очень часто начинают просто в тупую бодаться. При этом те, кого называют оккупантами, у них средств по боли будет, возможности тоже по боли, и они, в общем-то, просто начинают устранять, начинают убирать и так далее. Вопрос, к чему вы приходите? Ну, как маленькие девочки и мальчики, вы становитесь по углам, плачете и рыдаете, что вас прижимают, зажимают, но при этом дело не движется нисколько. Вместо того, чтобы дело начать делать, создать систему самоуправления правильной, не те, которые вам подбрасывают, а правильной, начинать свое производство, начинать свое управление и много-много чего другого. Просто вы даже не знаете десятой части от того, что обязаны знать для того, чтобы жить счастливо. Идем дальше. Евгений Вечный. Кто законы знает, сколько каждому земли положено по рождению? Где эту землю для себя требовать? Где эту землю требовать? На самом деле, сейчас в движении Анастасии и Владимира Мегре есть партия родная, которая уже много лет пытается законопроекта родовых поместьев в Госдуму провести, чтобы его приняли. И сейчас Владимир Владимирович Путин в недавнем времени принял закон о выдаче земли под родовые поселения на Дальнем Востоке. То есть, да, и было, скажем так, я забыла, скажи. Еще в Белгородской области тоже принят региональный закон о родовых поместьях. То есть в этих территориях можно написать заявление и получить по одному гектару земли для своей деятельности. То есть такая возможность есть. Это существует, скажем так, площадка для получения позитивного опыта. То есть сама идея интересует власть, как мы поняли, раз они пошли навстречу. Естественно, они не готовы пока сейчас это массово запускать. Тем более в Москве, в Подмосковье и в ближайших областях, потому что земля, известно, там стоят средства, и государство не готово с ней вот так вот, без отсутствия позитивных примеров, как это поможет государству расстаться. И поэтому там эту землю можно взять. Конечно, для нас это может быть не очень интересно, для жителей там средней полосы или там юга ехать на Дальний Восток. Но, тем не менее, энтузиасты есть и такие. Но для кого-то это является одним из выходов, потому что нет средств, и хотя бы начать соединиться с землей, начать там развиваться. Елена К., вы слышали о парагвайских эко-поселениях. Связаны ли вы с ними? Мы с ними не связаны. Можно, конечно, было бы Елене уточнить этот вопрос, что она имела в виду. Имела ли она в виду, что как-то это связано со староверами и так далее. Мы с этими поселениями не связывались и не посещали их. Мы по России ездим. Далее. Дядя Вася, вопрос уфир. Сказительница, вопрос. Читал Мегре все книги, пишет Вася. Звенящий кедр России так и не понял, есть ли у самого Мегре родовое поместье. Нигде почему-то не находил. Да, мы знаем, что у Мегре есть поместье. Оно находится в Владимирской области. Мы точно знаем. И он живет в родовом поместье. Конечно, не только в родовом поместье, но в том числе и там. Идем дальше. Илья, немного разочарован в эфире. Зачем родноверие разбивать на секты? Странный вопрос. Я не считаю, что у меня такая цель стоит родноверие на секты разбить. Может быть, было непонятно, Илье, в чем суть, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что родноверию хотелось бы в родноверие внести предложение о том, чтобы люди доносили, ну вот лидеры родноверия доносили до своих единомышленников, с которыми они общаются, что идея родовых поселений на самом деле имеет в себе очень большой и глубокий смысл. И что это не противоречащая родноверию идея, потому что наши предки всегда жили на земле, и родноверы это отрицать не могут. И мы очень хорошо знакомы с традицией родноверия, и, скажем так, близки с какими-то лидерами, так или иначе любим этих людей. И они много сделали для того, чтобы для нашего становления, очень им благодарны. И понимаем просто, что родноверия этого не хватает. Многие люди собираются, живя в городе, и создают какие-то капища, встречаются иногда по выходным, что-то проводят и так далее. Но настоящее развитие, истинное духовное развитие, возможно, не при каких-то там периодических встречах, о глубоком взаимодействии и взаимопроникновении. Потому что люди, когда живут на земле, у них есть общие цели и задачи, они очень сильно сближаются при решении этих задач, объединяются, скажем так, в труде и в отдыхе. А если люди живут совершенно разной жизнью и встречаются иногда говорить о Боге или о чём-то ещё, или провести вместе славление, это можно назвать больше неким, скажем так, клубом и развлечением. Потому что мы тоже проходили этот этап. Очень важный этап становления личности. Если он пока, ну сейчас другого нет, то это тоже хорошо. Но после этого должно быть дальнейшее развитие и продолжение. И это совершенно не относится никак к сектам, потому что я хорошо рассматривала понятие секты и выхода из секты и так далее. То есть можно сказать, что я в этом специалист по выходу из сект. Настолько глубоко я разбирала эту тему. Но вот их секты можно назвать даже ту же самую семью. И зачем родноверие разбивать на семьи, это очень странный вопрос. То есть, пожалуйста, Илья, пересмотрите, ещё раз переслушайте, точнее, эфир, и постарайтесь вникнуть в то, что мы говорим, если вам эта тема на самом деле важна. Я хочу тоже добавить, Илья, я не услышал того, чтобы Любава или Святозар как-то разбивали родноверие на секты. Было сказано, что есть определённые недопонимания, различия, которые культивируются среди староверов, вернее, прошу прощения, родноверов были сказаны, родноверов и тех, которые относятся к анастасиевцам. Это есть проблема. И Любава сказала, что необходимо уходить от этого разделения, идти к единству. И это слово повторялось единство много-много раз. Поэтому в данном случае этот эфир, я считаю, что он не разделение, а наоборот, эфир посвящён сближению между разными направлениями одного и того же кристалла, о котором, опять же, Любава здесь говорила. Так что я как-то вот не вижу того, о чём ты написал. Прошу прощения. Наташа Трофимова, вопрос в эфир. Может, люди в поселениях слишком заняты повседневными делами и совсем не остаётся времени на саморазвитие? На самом деле это так. То есть жизнь в поселении очень тяжёлая. И мы как бы прошли, получили этот опыт. Понимаем, первые годы были вообще очень тяжёлые, когда на нашем участке было просто голое колхозное поле, бывшее. Там рос бурьян и больше ничего. Пекло солнце, не было колодца, не было дороги. Но в то же время, я вам хочу сказать такой секрет, именно это время, и очень сильно нас в духе подняло. Потому что мы ездили, у нас у Сатказара был ойзик. Это такая машина, похожая на старую скорую помощь, на таких больших колёсах. К другому мы как бы добраться к поселению не могли, только на этом ойзике. Там были колеи где-то по метру и тоненькие, скажем так, насыпи, по которым можно было между этими колеями проехать. Потому что всё поле, но поселенцы так или иначе разбороздили. И вот проезжая, скажем так, попадая, пытаясь попасть в своё поместье, больше всего времени мы посвящали молитвам. Потому что проехать можно было только с молитвой. Поэтому я считаю, что надо просто делать повседневные дела с молитвой родным богам вместе с ними, и это будет духовно растить. Вот теперь я понимаю, почему Россия одна из самых духовных стран. Потому что дороги такие. Всё время в дороге молишься. Идём дальше. Радослав Шугаров. Вопрос в эфир. Многие силы не заинтересованы в том, чтобы человек жил в экопоселениях, и один из их приёмов – выбрать единоличные поселения с нежизнеспособными в перспективе мироукладом, чаще вне Руси, и начать их неявно спонсировать, материально, информационно, окружать на таком плане дружественными мыслями. Дальше поселение начинает процветать и становится образцово-показательным центром распространения своих идей. Как простому человеку отделить ложные пути и почувствовать правильные? Очень сложный вопрос. Даже для понимания, скажем так, постараемся угадать. Радослав, извини, если немножко ответим не в попад. Ну, я так понимаю, пытаюсь разобрать вопрос по сути, что есть некие поселения, которые спонсируются так или иначе, и информация о них распространяется в широком плане. Ну вот он тут пишет как раз про тонкий план, окружать на тонком плане дружественными мыслями. На самом деле в «Звезде Ковчега» мы описали такое поселение. Но я бы не сказала, что оно спонсировалось там как-то материально другими людьми, но тем не менее родные боги, одно из наших общеизвестных поселений, как раз об этом написали, окружило определенным тонким планом. То есть дало ему возможность как одному из первых поселений стать образцом. Вот он пишет о том, что дальше поселение начинает процветать и становится образовательным центром, распространяя свои идеи. Но я бы не сказала, что это ложные пути. То есть ложных путей, в принципе, если при правильном подходе, любые ложные пути можно обернуть в плюс и дойти по ним, куда нужно. То есть просто не надо ходить в тупики по этим ложным идеям, а надо их использовать в своем развитии. И любой ложный путь – это, конечно, тоже опыт. Но я так понимаю, что он имел в виду, если что, не обижайся, если я неправильно понимаю, что в этих поселениях люди создают определенный опыт, становятся образцом для других людей, как надо жить, как надо выстраивать процессы. Но там, например, что-то страдает, то есть есть какой-то изъян. И это культивируется как то, что сработает для всех. Я так понимаю. И была вот такая ситуация. В одно из поселений мы приехали на фестиваль, там приехало много людей. Мы были в славянских одеждах, и к нам подошла группа. И люди сказали, Любава Сатазар, что это такое? Вот мы здесь находимся в этом поселении, а здесь вот в нем кришнаиты поют по ночам. Вот вы на ночь там ушли, живете там где-то в доме, не слышите, а мы здесь с палатками стоим, и здесь кришнаиты проповедуют свою религию. И это же славянское поселение, это идеал, это прототип, это, скажем так, то, что должно вести людей. Почему здесь, на нашей русской земле, мы не против, ну, как говорили эти люди, мы не против кришнаитов, но только почему они, эти хари... Не обижайтесь, я просто цитирую, да, ну, почему эти хари, они говорят, на нашей родной славянской земле. Вот, но Хари Кришна имеется в виду, Хари Рама и так далее. Вот, но так сказал наш русский мужчина. Я ему говорю, что да, вот как бы это некие искажения, да, неправильный опыт. Это поселение не приняло, о чем мы как раз и говорили вначале, оно не приняло на духовном плане вот эту духовную надстройку родных славянских богов. И у них нету в этом месте ничего. И любые, скажем так, скажем так, духовные эгрегоры, которые претендуют на вот это вот прекрасное там процветающее поселение, они туда встраиваются, в этот духовный треглах вот этого эгрегора. И он его принимает, но, по крайней мере, пинок не даёт. И в этом кривда этого эгрегора, потому что он не сможет стать духом. Его не примут родные боги. Но они не смогут с ним взаимодействовать, потому что любой эгрегор – это, скажем так, тупик для энергетических процессов. Ну, вы сами понимаете, я не буду долго распространяться на эту тему, но эгрегор любой носит целью накачать себя. То есть он вбирает в себя энергетические частички, душ и так далее, и так далее. И его основная задача – сделать себя как можно больше. То есть у богов такой задачи нет. Они и сами родник любви, энергии, веды. То есть им это не нужно просто в принципе. Поэтому и суть как раз славянского народа – прийти не к ограничивающим эгрегорам, которые тебя используют, а прийти к своим самодостаточным родным богам, которым единственное, что нужно от человека – это то, чтобы он был счастлив. Духовным родителям. Своим духовным родителям, как Сатазар говорит правильно. Поэтому, скажем так, любой успешный опыт поселения, здравомыслящий человек должен разделять на тот опыт, который видимый и который мы можем использовать себе в плюс. И, скажем так, видеть те недостатки, которые здесь есть. Ну, то есть анализировать, да, там, среди. Ну, это тоже самый мой любимый пример из питания. Любые типы питания хороши, и вегетарианство хорошо, и раздельное питание хорошо, и сыроедение хорошо, а параноедение ещё лучше. Но всё это выстраивается в определённую цепочку. И мы говорим о том, для кого, когда и в каком количестве, да. То есть какое питание использовать. Но для мясоеда и раздельное питание хорошо, для вегетарианства, скажем так, хорошо бы перейти на раздельное питание или на веганство. Для сыроеда неплохо бы смотреть в сторону параноедения, и есть поменьше. Значит, это поселение пока родную веру не потянуло. Да, просто как бы духовно. Не готово было духовно. Вот и всё. И у нас как бы то, что имеем, то и имеем. Вот в поселениях такой опыт, другого нет. Сейчас создать опыт поселения с родными богами, ну, многие пытаются. Чаще всего эти поселения, как бы, как вот говорили, Илья, по-моему, говорил, они закрытые, и никого туда не пускают. То есть они есть где-то там, может быть, в Сибири, в отдалённых уголках нашей родины, туда не попадёшь. Они просто держатся за старой традицией и живут там своим укладом, не пытаясь это как-то нести вовне. Но просто сохраняя традицию. Ну, там можно посмотреть более-менее такой опыт позитивный. Да, я согласен с тобой, что если родная духовность не учитывается при создании чего-то родного, то в этом случае обязательно получится что-то неродное или будет вообще развалено, потому что святое место пустое не бывает. И это место всё равно какая-то духовность должна будет занять. Мало того, тот народ, который отказывается от своих корней, превращается в навоз для корней другого народа. Это уже проверена действительность, поэтому те, кто пренебрегают своими предками, то есть богами, те как-то так очень большую медвежью услугу себе делают. И особенно ещё те, кто упрощают богов до уровня духов, ну, это вообще, конечно, нечто. И очень хорошо ты сказал про эгрегора, мы делали несколько передач, где про эти эгрегоры рассказывали. У славян никогда не было эгрегора. Славяна русы, славяна арии никогда ни в какие эгрегоры не входили. Это просто было, во-первых, бесполезно, бессмысленно, потому что, во-первых, слово эгрегор не наше, а не родное. Оно означает или бдящий по-гречески, или по-латыни. Это тот, который пастух. Нам пастухи были не нужны. А бдящие нам тоже были нужны, потому что огромное количество существует вспомогательных и духов, и сил, и тем более богов, которые никогда не отдыхают в этом смысле, и с которыми всегда можно пообщаться. Поэтому славяне, славяны арии, славяны русы, они всегда находились в божественном провидении, в прямом смысле этого слова, в общении с своими родичами, богами и предками. И предавать это бессмысленно, глупо и преступлением является, поскольку предательство на Руси – это самое-самое страшное, что могло быть. Вот как-то так. А если люди просто очень возгордились чем-то, гордынь у них играет от своей глупости и невежества, ну, в этом случае к ним будут петь сначала, может быть, кришнаиты будут приходить, к которым я, конечно, уважительно отношусь, ничего плохого про них сказать не могу. Но сначала кришнаиты придут, потом придет кто-то другой, более значимый, а потом смотришь и постреливать начнут, и охоту на вас устроят. Ну, ладно, идем дальше. Я хотел бы ответить на этот вопрос, но хочу сказать, что сразу все не поселятся в поселениях. Просто есть люди склонные к жизни на земле, а есть люди, которые только в городе живут и больше ни о чем не думают. Поэтому просто сейчас речь идет о том, чтобы устранить перекос. Сейчас в городах живет больше 75% населения, а на земле, то есть на наших бесконечных просторах России, матушки, живет 25%. И это дисбаланс, который мешает нашему развитию очень сильному. Поэтому движение поселения, жизни на земле, то есть еще к нам как минимум 50% населения, можно смело, так сказать, идти и не бояться, что кто-то не останется работать на заводе. На самом деле, вот мне Святозаров когда-то сказал такую интересную вещь, не знаю, где он ее прочитал или сам принял от богов, но он сказал, что если люди все будут жить в поселении, то это опыт достойный для воплощения каждым человеком. Потому что в поселениях у тебя есть земля, на которой ты можешь вырастить все необходимое, есть люди, которые могут быть твоими соседями, соратниками, и они могут закрыть решения разных вопросов, таких как изготовление одежды, то, что нам необходимо, там, мебели какой-то, открыть какие-то мелкие ремесленные производства и обмениваться вот в этом едином, скажем так, бытие вот этими вещами, да, которые нам необходимы для жизни. И, в общем-то, тогда не придется кому-то работать на заводах и ковать щит Родина, ведь не было раньше заводов. То есть сто лет назад какие заводы? Ну, я имею в виду больших, таких как сейчас предприятия. Ну, я хочу сказать, что вот в такой постановке, как Сева задал, вопрос, может быть, не решается, что вот нужны заводы, нужен щит ковать. То есть если 20 или там сколько там, 40 процентов населения будет жить в пространстве любви, это пространство любви окутает всю планету Землю. И просто не придется нам ковать щиты, и сама любовь будет нас защищать. То есть вот решение вопроса намного выше, и вопрос решается. То есть вот думать о том, что вот мы потеряем преимущество в развитии, и отстанем от других государств, наоборот, все государства будут приезжать за нашим духовным опытом и брать с нас пример. Да. Ну, это вот вопрос, как я понимаю, он больше относится как раз вот к тому самому переходному периоду. Когда все будут жить в поселениях, этот вопрос не встанет, поверьте, Сева. А сейчас он встает, потому что непонятно, как прийти к тому, чтобы все жили. Потому что живут сейчас на Земле единицы. Это 200 поселений, в каждом из которых, в среднем это 100 человек. То есть это очень маленькое количество людей. И сейчас обо всех речь не идет. Еще есть одна маленькая такая заблуждающая структурочка в головах у людей. Они думают, что если люди живут в поселениях, то они какие-то оборванцы в лаптях лазают, и никакой технологии там вообще не может использоваться, вообще там ничего не может быть. Забывая про то, что многие-многие, не то чтобы столетия, а тысячелетия, десятки и сотни тысячелетий, наши предки прекрасно жили на этих землях, и прекрасно умели поставить многих на место, имея технологии более высокого уровня, чем те, которые сейчас предложила нам технократическая цивилизация. Если бы не изменения, которые нужно было пройти на Земле, то сейчас эти технологии были бы доступны. Просто школа имеет определенные такие установки, когда меняются правила игры чуть-чуть. И сейчас правила игры в очередной раз меняются. Нам надо не то, чтобы приспособиться, а соответствовать этим правилам игры и уже выходить из той клаки, в которую нас засунули, в которую мы себя дали опустить. Время пришло другое. Поэтому и технологии будут открываться несколько иные, и мощь будет увеличиваться, и разумность людей также. Иначе, как я уже много раз говорил и повторю, те, которые не приспособятся, те, которые не поймут, не осознают и останутся на уровне троглодитов, они как фекалии будут смыты в канализацию истории. Такая проблемка у нас есть. Так что надо мыслить не то, как сейчас мы живем в болоте, а мыслить о том, как живут. Оказывается, суши есть, где можно твердо ходить, а не булькать, где можно много что делать интересного. Далее, Ольга, вопрос в эфир. Все ли должны жить в поселениях? Ведь прошлая цивилизация жила в каменных домах. Античность имеется в виду. Ольга, так никто не мешает построить в поместье каменный дом. Это не вопрос. Не обязательно строить деревянный дом. Можно построить каменный. Можно построить каркасный, можно построить соломенный, ну и так далее. Вариантов строительства огромное количество. Вы должны просто для себя определиться. Хотите вы вообще жить в экопоселении, в родовом поместье, или просто хотя бы на земле с друзьями и товарищами, по каким устоям? А уж дом-то, уверяю вас, построите технологий огромное количество. И есть технологии, которые намного выгоднее и проще, нежели тем, которые сейчас предлагают. Идем дальше. Иван Капуста, вопрос эфир. Живу на земле, в станице. Часто посещает мысль уехать в поселение. Но думаю, что поселение – это все заново. Почему бы не попытаться менять обстановку на местах? Я так понимаю, я так посмотрела и поняла, что вот эти два вопроса – всем ли нужно, все ли должны жить в поселениях? И как раз вот этот вопрос Ивана, они очень созвучны между собой. Я решила их объединить. На самом деле мы говорим о жизни на земле. То есть жизнь в поселениях, это так таковая, она отличается от жизни в той же деревне, только тем, что ее, понятно, как вот Иван пишет, нужно заново начинать обустраивать инфраструктуру и так далее. И тебе в этих поселениях редко кто-то поможет. То есть, как правило, власть при этом, она отгораживается от людей, от этой общности, потому что люди берут земли дешевые, сельхозное значение, и там строить что-то. Они вообще, в принципе, по большому счету не имеют права. То есть это только разрешено строить временные постройки. И потом дальше за этим следует какой-то большой труд для того, чтобы это все привести, законодательно закрепить за собой. И жизнь в деревне, она тоже подразумевает жизнь на земле. Чем перспективнее жизнь в поместьях, как уже вначале сказал Святозгар, об этом, может быть, явно не говорится, но подразумевается, что гектар, на гектаре может проживать достаточно количество больших людей из твоего рода. То есть твои родственники, они, даже если семья будет рожать много людей, допустим, гектар разбить по тем же, ну так условно разбить по тем же там восьми соткам, на которых живут люди, это достаточно много поколений можно поселить. И можно жить рядом. Это очень удобно. Можно выращивать для себя продукты и так далее, но если человек занимается ремеслом каким-то и совершенно не нуждается там в пространстве любви на данный период, то можно создавать опыты в деревнях. И даже есть направление такое людей, которые пытаются именно жить по традициям и вот этим книгам по тому образу, который в книгах описан, именно в деревнях, менять обстановку на местах. То есть надо пытаться. То есть надо пытаться, это тоже очень полезный опыт. Здесь как раз очень большая помощь именно в том, что быт уже налажен. Есть колодцы, часто есть электричество в этих деревнях, есть дороги уже какие-никакие и так далее. То есть есть какая-то инфраструктура, потом есть поддержка государства, потому что это населенный пункт, есть дотации, которые можно получить, если община объединится. Есть возможность взять управление этой властью, это тоже есть на места. То есть люди этим очень серьезно к этому подходят, к возрождению деревень российских и занимаются. Поэтому надо пытаться. Если есть в этом такое предназначение, то этим и надо заниматься. Вот у меня был такой опыт, я ездил в поселение в Тверской области, Теремки называется. И там как раз ребята взяли на краю деревни обычной, несколько домов выкупили и начали создавать поселение. И основной проблемой, которую они потом поделились, сказали, что это было трудно создать свое пространство, потому что тот уклад жизни, вот уже спивающейся деревни, который там был, он никак не уживался с идеей, которая высказана в книгах Мегрея, вот Анастасии. И вот из-за этого были постоянные конфликты. И в итоге потом некоторые из этого поселения все-таки поехали искать землю именно в поселениях. Но я знаю, что многие находят единомышленников и в деревнях тоже удается создать свое пространство, свой коллектив очень дружный. Но это вот, как говорится, надо искать особые деревни, может быть, совсем почти заброшенные или где очень мало жителей, чтобы коллектив, который туда приезжает, смог продвинуть свою идею, свою диалогию, свое мировоззрение. Ну, потому что люди как бы живут уже много лет там, и даже с нашим полем, вот славным, были и то проблемы от местных дачников, потому что они говорили, что мы здесь ходили, здесь ничего не было, а сейчас как бы здесь есть вы. Вы нам мешаете ходить в лес. Ну, то есть проблемы очень банальные. И, ну, как бы настолько простые, что даже смешные, но, тем не менее, они существуют. И все это переходит в какие-то достаточно большие конфликты, может переходить. Если поселение не проявит большую силу и не сможет себя защитить, сила, опять же, единственная. Вот этим единством как раз и был решен наш вопрос конкретно. Вот. То есть в деревнях, ну, люди не согласны, те, которые там уже живут, с тем мировоззрением, и некоторые в деревнях считают чудиками, ну, как бы какими-то сектантами, чудиками, там, не от мира сего, да, вот людей, которые не пьют, работают, что-то там пытаются создать. Они уже давно опустили руки, им это неинтересно. И хорошо, если в деревнях найдутся мужики, люди, которые заинтересуются этим, поддерживают, на самом деле их вдохновение не уйдет, ну, там за несколько лет на сохранится. Тогда это возможно. Понятно. У нас по некоторым статистикам каждый год высвобождается несколько сотен деревень, полностью высвобождается, и они уходят вообще с карт. Так что можно ехать, искать опустошенную деревню, брать на попечение, может быть, оставшихся двух-трех там старушек, помогать им выживать, помогать им жить, при этом пользоваться домами, которые там сейчас есть, ну, может быть, чуть подлатать, и эта община будет вполне себе хорошо существовать, как во всяком случае, использование домов на начальном этапе. Такие опыты тоже где-то я уже встречал. Идем дальше. Зоя Кукова, вопрос эфир. Каков юридический статус родового поселения в целом и каждого поселенца-собственника в отдельности? Ну, вообще, у каждого поселения есть свой опыт. И одним каким-то ответом, то есть вот конкретным, не ответишь. Есть поселения, которые образованы как некоммерческое партнерство, и земли выкуплены на некоммерческое партнерство, а потом роздано уже и проданы конкретным участникам партнерства. А есть поселения, где так и осталось, собственно, некоммерческое партнерство, а поселенцы арендуют некоммерческого партнерства земли. Опыта очень много, то есть поэтому надо конкретно рассматривать конкретное поселение. Ну, Садазар правильно сказал, он обобщил, ну, вот этот основной опыт и последнее, что появилось, это организация поселений на базе потребительского общества. То есть люди сейчас думают, ну, как бы разные моменты. Конечно, в этом плане вот есть еще то, что мы сейчас говорили на образование именно населенного пункта, то есть это если на базе деревни сначала идет стартап, то есть проект стартует, поселение, там можно сделать общий дом, вот как мы советовали, например, со Садазаром людям, мы считаем в этом очень хороший выход. То есть на базе деревни формируется какой-то костяк. Люди там живут, как Алексей сказал, пользуются домами, инфраструктурой и так далее. И после того, как у них происходит этот этап единства и сплочения, они берут окружающие земли, а пользование расширяют, просто начинают строиться дома и дальше им значительно легче, потому что они могут получать дотации от государства. Ну, вот они могут там участвовать в самоуправлении, районном и так далее, выдвигать своих лидеров. Ну, в этом плане проще. Но, как бы стандартно, вот с самого начала, почему-то, ну, кто-то принял идею именно некоммерческого партнерства, нашел это в законодательстве, и землю оформляли так. Есть, еще раз повторю, что статус, когда земля выкупается неким юрлицом, вот этим некоммерческим юрлицом, и на него оформляется земля. И дальше это юрлицо может оставить ее в своем пользовании, либо разделить ее по тем членам, которые в это общество вступили. Ну, и они платят какую-то денежку, получают себе свидетельство о собственности. Может, также некоммерческое партнерство, так бывает часто в поселениях, оставить себе какую-то долю, участие в каждом поместье, например, одну сотую, для того, чтобы так или иначе законами оперировать и не давать возможности. Ну, вот, например, в поселении в Калужской области, в Миленках, там земля просто передана в аренду, причем условия такие, что человек, который построил дом, в принципе, при определенных обстоятельствах, если все проголосуют, могут из поселения попросить, ну, то есть выйти. Есть поселения, которые были защищены. Например, у нас в Славном полностью вот сейчас процесс прошел, и как бы у всех участников, ну, почти у всех, да, кто захотел, оформил себе полную, как бы частную собственность на эти участки. Но, тем не менее, юридическую ответственность это не снимает за общие земли поселения, так называемые. Как раз вот поселение Славное сейчас встало перед этим вопросом, когда поселение к МП приходят проверки и начинают, скажем так, предъявлять определенные требования нашего государства к освоению земель. То есть земли в сельхозназначении, они не могут просто так, скажем так, построить дома и ничего на них не делать. Есть такие проблемы, как залесение, есть различные там типы использования. То есть земля должна быть использована людьми, так или иначе, как ресурсами. Здесь очень много разных нюансов появляется. То есть тут, ну, как бы, это опыт поселения, которое они рассказывают, делятся. Это тема отдельной передачи. Иван Капуста. Вопрос в эфир. На повестке дня чтения звенящей кедры России стоит ли читать, как пособие по родовым поместьям? Такой деловой вопрос, серьезный. Я думаю, что это одна из книг, написанных для русских людей, вдохновляющих. Ну, как бы, там есть образы. Может быть, эти образы, скажем так, не такие совершенные, как нам бы хотелось, допустим. Но, тем не менее, в свое время они нас очень вдохновили. Меня и Светозара. И, ну, как бы, те люди, которые читали, тоже достаточно вдохновились. Я считаю, что вдохновение и видение себя в более природной среде, более, скажем так, ну, они дали душам выход. То есть души задыхались просто в городах, не знали, как жить. И эти люди с душами, ну, у душа есть определенное предназначение. Им нужен был просто этот глоток воздуха. И поэтому Россия с таким энтузиазмом откликнулась вот на этот образ. И я думаю, что прочтение этих книг, оно не будет бесполезным. То есть можно это читать там критически, анализировать, выбирать то, что тебе поможет, что-то там отбрасывать. Но в любом случае это очень интересные образы. Я хочу сказать, что эти книги точно относятся к категории книг, которые меняют мировоззрение. Таких книг очень мало, но вот именно эти книги именно такие. Ну, не поймите неправильно, то есть мы здесь не сидим и не пропагандируем, скажем так, книги, но мы не являемся теми, кто продвигает эти книги. Но тем не менее советуем их прочитать, как бы как, если у вас к этому резонанс, ну, как бы если чувствует душа, что там она что-то подчеркнет на данном этапе. То есть вот ненавязчиво, скажем так. Не знаю, не знаю. Может там на книгах сидите, приторговываете? Идем дальше. Ольга, вопрос. Многие представляют поселение как крестьянский ручной труд. Какими достижениями цивилизации могут похвастаться родовые поместья? Солнечные батареи, техники, обработки земли, автоматизации и так далее. Чем славны у нас родовые поселения и экопоселения? Ну, вообще, тут, опять же, смотря как подходить, поселения очень разные и опыт у них, Ольга, тоже очень разный. И есть поселения, которые, ну, как бы, материализм ставят во главу, да, и они озадачиваются, в первую очередь, именно вот этими моментами, да, как бы там, где у тебя нет электричества, вряд ли оно туда, ну, туда когда-то придет, они живут с солнечными батареями, используют какие-то другие ресурсы и природные способы добычи энергии. Но не в этом суть поселения совсем. Как бы, да, крестьянский ручной труд, это, может быть, для кого-то покажется не самой восстановляющей идеей, особенно для тех, кто на дачах попкалывал и у кого спина поболела. Тут, как бы, та же дача, только умножить там в десяток раз, потому что у тебя гектара, а не в десять соток. Вот. И тут, ну, важно как бы прийти к достаточному минимализму, как говорит род батюшка, то есть жить так, как, ну, твоей душе достаточно, без излишеств, но и как бы не нуждаясь. И понятно, что этот образ, к нему нужно прийти. То есть ты приезжаешь, и в любом случае у тебя есть голое поле, где тебе нужно что-то создать, что-то построить. Это может быть маленький домик, допустим, четыре на четыре, к которому мы пришли. И мы прожили в этом домике пять лет. И, в общем-то, нам хватило. Ну, то есть, ну, там потом, может быть, да, стало много гостей, захотелось сделать пристройку. Но, в принципе, и в таком домике тоже можно жить. То есть нашим душам нужен был такой опыт достаточного минимализма. То есть существование, если говорить о природной среде, то ты приезжаешь жить на земле, не в доме. Ну, в доме можно жить и в квартире. И, ну, как бы, ты приезжаешь для того, чтобы общаться с землей, быть там большую часть времени. И большой дом уже, как бы, не так актуален. И не стоит такое, скажем так, такой целью напичкать его всем тем, что у тебя было на земле. У меня, например, не стояло. У кого-то, скажем так, другие потребности. И люди, там, соседи, наоборот, стремились принести в свой быт много комфорта и было очень сильное восторг и счастье у души, когда там вода полилась из крана. То есть блага цивилизации доставались слишком тяжелым трудом, и когда они пошли, это приносило радость и счастье. Я хочу сказать, что достижения цивилизации, которые были точно в поселениях и в поместьях, это то, что люди начали создавать пространство любви. И это самое настоящее достижение цивилизации. Это не какие-то там батарейки или еще что-то, то, что может делать город. А в поселениях было создано то, что именно в городе не получается сделать. И это именно достижение цивилизации. Наконец-то мы доросли до этого, что мы начали соединяться с землей и воспринимать ее не только как крестьянские забавы, что-то вспахать, посадить, а как именно богиню Макошь, с которой мы духовно растем. Вот именно в этом достижение поселения. Да, я с этим соглашусь. Как бы пространство любви — это то, чего не поставишь в противовес каким-то технологиям. В смысле, да. Еще вот хотела мысль такую важную сказать. Просто люди должны понимать. Вот в этом идет очень сильное разочарование, когда люди приходят на Землю. Они, почитав книги Мегре, думают, что дальше на Земле, на этом гектаре их совершенно не ждут никакие трудности. Что они быстренько все сделают, быстренько со всем разберутся, построят дороги, дома, и все будет хорошо. Жизнь будет развиваться, вокруг будут петь птички и цвести цветы. Но это не так. То есть многие представители поселения как крестьянский ручной труд задают вопрос, Ольга, она права. Это на самом деле большой труд. То есть это труд. Но этот труд, он не пройдет даром. Это труд, который нужно вложить для того, чтобы наши потомки могли родиться в этих пространствах любви. Нужно посадить тысячи деревьев. То есть вот участок гектар, представляете себе, нужно окружить соснами, березами, елями и так далее, другими растениями. На юге можжевельниками, кипарисами и так далее. То есть нужно создать раму для пространства любви, в которой энергия будет концентрироваться. И без этого невозможно дальше удержать эту энергию в этом пространстве. Эта рамка обязательно нужна. Посадить столько саженцев, ухаживать за ним, вырыть ямки, удобрить и так далее, это большой труд. Большой труд создать свои сады, огороды, их мыши едят. Там много трудностей, но как бы по защите их, этих саженцев, морозы и так далее. То есть сказать, что это, ну скажем так, по щелчку пальца само всё появится, это просто обманывать. И вот очень хорошо, что этот вопрос встал, потому что читая книги, кажется, что это всё просто. И в этом просто есть большая помощь. Это вдохновение, образ, который тебя ведёт. Но это всё равно, чтобы я сказала бы людям, что раскрыть канал ведомства мне это просто. Вот я просто пошла и просто сделала это. Но у меня это с детства. Так же у Анастасии. Это наработано как бы многими поколениями её предков, которые жили на земле. Вот эта родовая поляна, которая у неё была. И, конечно же, мы тоже, начиная вкладываться и нарабатывать этот канал, нарабатывать землю, пространство любви, мы со временем к этому придём. Если мы не придём в том объёме, как бы нам хотелось, придут наши дети, наши потомки. Но мы проложим этот путь. Просто другого пути пока нет. Остальные пути, ну я бы не сказала, что они там для всех, вот для человечества. Мы, ну как бы наши пути, они как бы продуманы и старания предопределены кармой той же самой. И выйти за пределы этой кармы человечества, преодолев себя вдруг, ну это очень маловероятно. То есть мы просто должны развиваться, вот руководствоваться этими образами и на каком-то этапе вложить труд. Может быть, мои слова будут непопулярны, но это опыт. Далее, вопросы, связанные с политикой и прочими противодействиями, зачитывать не буду. Хотите революции, пожалуйста, обращайтесь к определённым структурам, вам там деньги выдадут. И на эти деньги, выданные, сможете отработать очередное кровопролитие. Хотите упираться, упирайтесь. Потом не говорите, что всем плохо ещё стало. Вместо того, чтобы включить здравомыслие, начинайте жить по-хозяйски на этой земле. Далее, Русь, ведический вопрос эфир. А как у вас выбирается лидер? Ну, лидер мы неоднократно, я думаю, что на славянском радио звучали критерии выбора лидеров, потому что были известные личности, которые выступали на эту тему и рассказывали, как это было у предков. То есть лидер – это обязательно человек, который достиг какого-то мастерства и уважения в обществе. То есть это человек, который живёт в той среде, в которой этот лидер выбирается. То есть если говорить о поселениях, то этот человек должен жить в поселении, потому что если он живёт не в поселении, он не знает тех проблем, которые поселенцы на себе испытывают. Если он там наездами приезжает или тем более живёт в городе, он не может являться лидером. Если говорить вообще в идеале, то это должен быть глава семейства. На мой взгляд, это вообще должна быть пара, чтобы взгляд был более, скажем так, гармоничен, потому что в семье пара – это единое целое. И это взаимодополняющие начала, которые могут вместе сделать гораздо больше, чем поодиночке. То есть это семья, очень сильная семья, живущая на земле, если говорить о поселениях, в которых есть дети, и которая, скажем так, проявила себя уже как род, как больше, чем у неё есть плоды. И вот эти лидеры, достойные уважения в среде своих единомышленников, достойные доверия, как раз и должны представлять их интересы. И лидер – это вот по божественному замыслу, это человек, который живёт для своего народа. Он отдаёт себя служению, он не настроен на корыстные интересы. Да, он заботится о своей семье, о своём роде, и его, скажем так, материальное благосостояние, образ жизни могут показывать то или иное своим единомышленникам. Тем не менее, люди должны хотеть идти за ним. Если даже сейчас у него каких-то из этих, то, что мы перечислили, нет, мастерства или многодетности или чего-то там ещё, что может не хватать для этих критерий, он должен к этому стремиться. То есть это должно быть в его целях, и единомышленники должны видеть, что это как бы его греет, и он к этому рано или поздно придёт, потому что идеальных людей сейчас найти невозможно. Идём дальше. Зоя Кукова, вопрос в эфир. А может, опытные поселяне, те же анастасийцы, пойдут на дальневосточные гектары и помогут местным людям заселить это огромное пространство? Любава, ты готова повести за собой? Типа, ты лидер? Джана Дарк, наверное. Просто дело в том, что у каждого человека есть своё предназначение. И я считаю, что это самое главное, то, что управляет жизнью человека и направляет его на те или иные решения. У меня есть своё предназначение, я его помню и ведаю, и поэтому конкретно на дальневосточные гектары я повести не готова, потому что это не является моё предназначение, у меня есть другое. Если я пойду это делать, то буду выполнять то, что кроме меня никто сделать не может. И это важно понимать каждому человеку. То есть каждый человек должен быть на своём месте. Все люди ценные для рода, и у каждого есть своя миссия, которую надо выполнять, не провоцировать, да, но какие-то, и не искушая какими-то другими задачами. Что касается опытных поселян, я считаю, что есть такие замечательные передачи на славянском радио, есть замечательные люди, которые имеют опыт жизни в поселениях, их очень много, уже сейчас они разнообразные, пока пути проходили, и есть чем поделиться. И не обязательно, скажем так, физическое присутствие, достаточно информационной поддержки. И вот этого опыта. Хорошо, Виталий Микеров, реплика в эфир. Но лидеры в природе являются вожаками, и на Руси это вожди и мудрецы. Дядя Вася, вопрос в эфир. Получается, по-вашему, всё человечество это своеобразные марионетки, которые даже не могут управлять своими жизнями. Какое тут тогда может быть развитие? Ну, а тут это понятно, какое? Никакого. Оно сейчас и есть. Есть полная деградация. То есть без родных богов, которые являются просто частью нашего триглава в нормальном состоянии, у нас нет никакого развития, у нас есть сплошная деградация. И так получается, да. То есть люди должны сделать свой главный ключевой выбор, прийти к родным богам. И другого пути нет. Я это ответственно заявляю, хотя я не люблю, скажем так, ограничивать в чем-то или, скажем так, закрывать. Ну, можно, конечно, ходить вокруг да около, покармливать, пробовать что-то. Но человек, как сказал Волан, даже не знает, что он будет делать вечером. Какое тут может быть управление? То есть, как бы, в своей жизни. Какое может быть развитие? Хорошо. Геннадий Романенко, вопрос эфир. Здравия. На каком этапе Русь находится сейчас, по вашему мнению? Благодарю. Геннадий, по нашему мнению, Русь сейчас находится в переходном этапе. И я бы назвала это положение в чем-то военном. Ну, военного времени, переходного времени. Когда мы ведем духовную борьбу и воюем за свою, скажем так, свободу. Никому-то, может быть, не понравится слово война, но духовная война идет, как Алексей сказал, никогда не заканчивается. Она есть. Мы ее можем видеть или не видеть, закрывать глаза, но есть. И сейчас важно понимать, что Русь находится в том моменте, когда она может победить, сделать вот этот вот рывок и скачок. Сейчас для этого сложились все обстоятельства. Русь находится как бы в одном шаге от своего начала духовного восхождения, своего возрождения. И боги об этом говорят постоянно, что сейчас все процессы изменились к лучшему. И именно вот это время, в это время самое главное запустить эти процессы достаточно быстро, потому что этот переход может быть очень долгим и растянутым, сотни лет, сотни жизней, а может быть очень быстро. И нам бы хотелось, как представителям родных богов, духовным проводникам, чтобы человечество все-таки эти процессы запустило как можно быстрее. процессы осознания, понимания, принятия своей духовной сути и делания, скажем так, тех дел, о которых мы говорили, я перечисляла, с полной ответственностью, внимательностью и осознанностью, чтобы этот переход совершился быстрее, чтобы возрождение быстрее состоялось. Не люблю затяжные войны. Да, лучше вообще не воевать. Хорошо, а чтобы не воевать, необходимо быть как минимум здравомыслящим, тот, который находится на стороне богов, ибо тот, кто находится на стороне богов, не может просто иметь врагов. Все очень просто. Если ты на стороне богов, то вопрос, кто против богов, то есть, кто против тебя. Все очень просто, доступно и понятно, когда включаешь здравомыслие. Поэтому даже тем, кто боится, выгодно все равно быть на стороне богов. А те, кто сознательно живут, те, кто имеет некое представление и ведание, те даже не задаются этим вопросом. Для них слова выгоды даже здесь не существует. а не просто на стороне богов. Ну ладно, вопросы все зачитали, реплики тоже все озвучили, так что надо подводить итог нашей сегодняшней встречи. Прошу вас это сделать со своей стороны. Благодарим, прежде всего, благодарим родных богов за то, что они были с нами, защищали нас в этом эфире, направляли, давали веду, держали покров. Благодарим слушателей, которые пришли на этот эфир и поддержали нас энергетически в своем понимании. Благодарим Алексея и Славянское радио, который дал возможность проведения такой передачи. Для нас это очень ценный опыт и возможность сказать, то, что мы чувствуем наш опыт поделиться им с нашими слушателями. Благодарим единомышленников, которые здесь с нами собрались и тоже посвятили свою частичку души тому, чтобы эта передача состоялась, и надеюсь, что она поможет другим людям. И хочу поблагодарить мою дочь Цветану за то, что она к этому эфиру подготовила, как сказать, презентацию, первое включение песни, которая очень важная для нас всех. Это песня о единстве и о том, что в единстве во всем великая сила богов, то, что это их суть, единство, и то, что эту суть мы должны впитать в свои души, чтобы она стала и нашей сутью. И тогда нас ждет победа в той войне, которую мы не ведем, потому что мы на стороне богов, и нам не с кем воевать. Желаю всем мира. Благодарю. Светозар, скажи что-нибудь. Я считаю, что эта передача ответит тем людям, которые сейчас задумываются о дальнейшем развитии поселений, куда дальше двигаться, что дальше делать. И мудрые люди в этих поселениях, я думаю, что поймут, что отказываться от своих родных духовных родителей это не самый лучший путь развития. Именно с родными богами наше будущее. Наше будущее в бесконечно далекое время. Благодарю. Я вот заметил, что очень многое из того, что говорила Любава и Святозар, также и я тоже говорил, вот мы не сговаривались, говорил, например, на каких-то семинарах, куда меня приглашали, где были представители разных родовых поместьй, в том числе и вот по анастасиевскому направлению. И я обратил внимание, что многие мои слова воспринимались как будто бы нападка на их своеволе, свободу, нападка на духовного лидера в лице Анастасии или самого Мегре. Хотя никаких крамольных вещей я не говорил, я просто говорю, ребята, то, что было сделано 20 лет назад, это был первый ход для того, чтобы вас как-то пробудить и вытащить на землю. Время не стоит на месте, все движется, люди меняются, вы уже за 20 лет повзрослели, у вас уже дети, уже кедры подросли у кое-кого выше человеческого роста, и вы продолжаете жить в той же парадигме, которая была тогда. Надо переходить в новый этап, используя самое лучшее, что было, написано, рассказано, показано, полученный опыт, и идти дальше. Ведь тот, кто останавливается, превращается в болото. Разве вы хотите жить в болоте? Необходимо двигаться дальше, учитывая то, что сейчас есть на земле. И многие, в общем-то, прислушались, и, к большому секрету, меня в это лето опять зовут посеминарить уже не в одно поселение, а несколько поселений, в несколько направлений. Вот с 15 июня там планируется целая такая череда, и первое ожидается выступление на Южном Урале. То есть я был удивлен, насколько простые такие слова, которые говорят о жизни в поселениях, как жили наши предки, как это все совмещать, как и какие-то родовые устои, и то, что было написано в книгах Мегре, и то, что досталось нам из каких-то скрытых источников. Все оно совместимо. Главное, чтобы были мозги в голове, и голова на плечах. Ну вот, такая интересная у нас сегодня получилась передача. Они, сговариваясь, пересеклись во многих каких-то своих видениях, и мне это очень-очень радостно и очень светло от того, что, оказывается, не один такой сумасшедший, а, оказывается, еще и Любавы, и Святозар этим тоже занимаются. Значит, оказывается, есть движение, оказывается, все хорошо, и не стоит так сильно переживать. Главное, просто включить чуйку и становиться человеком. На сим мне остается напомнить, что у нас 18 января 2017 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 39-й день месяца белого сияния, покоя и мира, 7500, 26-го лета, понедельник, второе дыхание родовых поместьй, тема, как говорил товарищ Ленин, архиважная. Сказители, Любава живая, низкий поклон тебе, Любава, Святозар Полтавченко, низкий поклон тебе, Святозар, за то, что вы оказались у нас на эфире, и то, что поделились такими важными наблюдениями, важными какими-то умозаключениями. Приходите почаще, приносите побольше. Всегда рад буду вас встретить, послушать, помочь провести полезную и интересную передачу для всего славянского мира, для всей Руси-матушки, которая не вмещается в рамках только какой-то одной взятой страны. Помните об этом. Перестаньте ругаться, кто из вас круче. Перестаньте спорить, кто из преподавателей, из пап-имам любимее или интереснее, или красивее. Надо понимать, мир – большой кристалл. Вот о чем сказала Любава, я этот образ тоже применяю. Почему я, опять же, рад, что не только я один, а и Любава, и неоднократно я слышал ее в высказываниях, такие вот сравнения. Мир – большой кристалл. Если вы находитесь на какой-то одной его стороне, это еще не означает, что эта страна – весь кристалл. Помните это. Ищите друзей, и тогда меньше станет врагов. На семье я с вами прощаюсь. С вами был Народная Славянская Радио, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народная Славянская Радио Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова